У вас сейчас в кабинете незаконные полученные имеете 90%? Имеется. Сумма какая? Я не знаю. По данным Следственного комитета, Юрий Кулаков на момент задержания занимал должность в инспекции Государственного строительного назора. Работал руководителем Закамского территориального органа по назору за строительством и реконструкцией объектов капитального строительства. Задержан он был в своем кабинете с поличным в момент передачи взятки, говорится в материалах дела. Тумбочка ваша? Вы не отрицаете? Нет. Как я могу отрицать? 46-летний Кулаков во всем признался и показал, куда положил деньги. Вероятно, сотрудничество со следствием поможет смягчить наказание, а грозит ему, согласно Уголовному кодексу, до 12 лет колонии и штраф в семью нолями. Следственным органом Следственного комитета Российской Федерации по Республике Татарстан в отношении него возбуждено уголовное дело по статье о получении взятки. Причастность к совершению преступления он признал. Следствие установило, пару дней назад сотрудники подразделения, который возглавлял Кулаков, отправились с проверкой на строительство фермы. Оказалось, что там не все гладко. По данным следствия, во время проверки строительства товарно-молочной фермы на 1340 коров, инспекция Гостро и надзора обнаружила существенные нарушения. Но на все это сотрудник ведомства помещал закрыть глаза за вознаграждение в 250 тысяч рублей. По версии следствия, задержанный лично встретился с представителем субподрядной организации и предложил, как все уладить, правда, незаконным путем. Сотрудники отдела дислокации города Нижнекамск, Управление экономической безопасности и противодействия коррупции МВД по республике Татарстан задержали с поличным руководителя Закамского территориального органа по надзору за строительством и реконструкцией объектов капитального строительства инспекции Гостро и надзора республики Татарстан. О нелегальном предложении должностного лица оперативники узнали благодаря субподрядчику. Он сам сообщил, что с него требует взятку. Поэтому передача денег проходила под их бдительным контролем. Уже сегодня задержанного начальника доставили в Чистопольский городской суд, который отправил его на время следствия под домашний арест.